Слава Украине! Привет всем от Полонского! Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине на сегодняшний день. А сегодня у нас какое? 26 апреля 2024 года. Киев за три дня. Да, друзья мои, давайте посмотрим, где расисты несли наибольшие потери, сколько и при каких обстоятельствах. Обстоятельства те же самые. Мясные штурмы расистов при помощи маршруток БМП, БТРов, которые горят, которые будут еще лучше гореть, потому что к нам опять приехала очень большая партия АТ-4, очень большая партия ТОУ, очень большая партия Джавелин. Короче говоря, гореть не перегореть расистской бронетехнике на украинской земле, это очевидно. Сейчас все там, я молчу за ФПВ-дроны, я просто молчу, это отдельная песня. Да, сейчас жаркие деньки предстоят расистам, потому что, знаете, период, тот период, когда у нас не хватало снарядов, не хватало джавелинов, не хватало стингеров, не хватало вот этого всего, он прошел. И теперь у нас, скажем так, дефицита в этом всем, все меньше и меньше, а очень скоро вообще не будет. Как заявили американцы, помощь уже идет, уже перешла через границу, так что день-два, а может уже, она уже частично на фронте. Так что, очень весело будет скоро расистам, да, они ничего не могли с толком сделать, пока у нас в январе, феврале, в начале марта были очень тяжелые дни, когда у нас реально не хватало артиллерии. Когда они выпускали в 10 раз больше снарядов, чем наши, ну а сейчас это все проходит, да. Вот, они продолжают местные штурмы под тем же вербовым Работина, но они какие-то отрицательные у них получают, получаются, да, они отхватывают и откатываются на предыдущие позиции, а то и бросают их, как под вербовым. Единственное, под Очеретаным, это Донецкая область, они там продолжают атаки свои, ну посмотрим еще, чем там все закончится, потому что не так, ну ладно, не буду говорить, потому что, потому что потому, да. В любом случае, смотрите, единственное, чем могут ответить на большую западную помощь в отношении Украины, расшисты, это увеличением количества чмобиков на старой, восстанавливаемой сейчас на заводах, с высылопленным языком, уже на плече лежит тот язык, они технику восстанавливают, старую, советскую, которая там на складах стояла, черти какая, вот. Ну, да, ее много, да, чмобиков тоже много, ну а говорить о том уже, что они обучены, как-то хорошо вооружены и так далее, ну вы сами видите, все это снято на десятках видеоматериалов, мы видим, как это все выглядит у них. Этих ослов могилизируют, они думают, что они вступили в великая могучая армия российская, да, вот. И так они думают, пока не доберутся до линии фронта и не пообщаются с теми, кто уже был на передовой. Тогда приходит понимание, что они попали, но это позднее понимание, как бы, все. Да, потери у них огромные, все то же самое в районе тысячи укондропупленных путерастов. 950, 950 вооруженных путинских гельминтов отправились к курсам русского военного корабля за вчерашний день. И общее количество путинских боевиков, которые пришли в Украину убивать женщин и детей, но что-то у них не получилось, составляет 463 930 голов. Да, за вчерашний день было уничтожено 7 российских танков. Интересно, что 5 штук из них в одной атаке, то есть там тоже такой интересный момент. Как обычно, колонны выстроились, поперли вперед, но их всех пятерых там и погасили. Бывает такое. 7262 всего и 15 маршруток, в смысле бронемашин, которыми подвозят российский свой лишний состав на линию фронта. Откуда он уже не возвращается. 15 бронемашин, 13 957 всего. Путин успешно утилизирует собственную армию. 31 артиллерийская система за вчерашний день. Ему очень хорошо вчера насыпали на Херсонском левобережье. 11 867 с начала российско-фашистского вторжения. Самолеты, вертолеты. У нас старые цифры 348, 325 и 12 беспилотничков. За вчерашний день кряхнулось у них 9461 с начала полномасштабного вторжения. Была сбита одна ракета Ха-59, 2119 всего. И очень удачно отминусовались грузовики и автотехника. Вблизи линии фронта. ФПВ дроны не спят, работают. 15 984 с начала войны. Также было уничтожено 16 единиц спецтехники. Вот это очень важно, ребята. Это очень большой показатель и это очень хорошо. Потому что 16 единиц спецтехники, это значит, что у расистов не будет ни глаз, ни ушей. Я имею ввиду, конечно, в переносном смысле. Потому что речь идет о РЭБах, радиостанциях и так далее. Системах наблюдения, электроники. Вот это все активно отминусовывается. И, соответственно, общее количество единиц спецтехники, которая у них уничтожена, составляет 1962. Ну что, вряд ли Путину есть что ответить в научно-техническом плане на помощь, которую оказывают союзники Украине. Единственное, что он может сделать, это послать еще больше чмобиков на убой. Ну что же, посмотрим, что лучше. Хаймарс? Или шмобик.